Всем привет! И сегодня мы будем тестировать жидкость Sainteador. Ребята из Твери закинули нам полную линейку жидкости, и сейчас мы каждую из них попробуем. Перед каждым вкусом я буду менять ватку. Сегодня парить мы будем на клоне Kennedy. Установлен здесь 0,8-й не хром, или кантал. А, кантал, 0,8-й кантал, 5 витков, на третью оправу. Поехали с первой жижки. Это будет Sweet Pastris. Как раз оно у меня открыто. Это, собственно, как они указывают, выпечка. Покажу, там видно, сфокусировано. Не сфокусировано, да? Да, нормально. Так, как они пишут? Нежные, свежие, сладкие булочки. Отличное начало дня с чашечкой кофе. Но у нас день уже подходит к концу, но все равно попробуем. Смочим ватку. Я вот как раз-таки ее сейчас парил. Но еще раз попробуем. Перед тем, как говорить про вкус, скажу, что на тест они прислали все жижки с содержанием никотина 3 миллиграмма. 3 миллиграмма у них достаточно крепкие. Тут настоящий чистый никотин. Никотин они используют Мерк, немецкий. Который как раз-таки я люблю. У него нет привкуса и запаха. Так вот. Жидкость Sweet Pastris. Выпечка. Я выпечку не очень сильно люблю, но она достаточно приятная. Хороший вкус на повседневное использование. Не приторный. Приятный. Сладенький. Просто обычная выпечка. Следующий вкус. Это попкорн. Тут очень классная картинка. Читать долго не буду. Если кому-то будет интересно, я выложу все в свою группу. Там будут описания всех вкусов, как пишет сам производитель. Сейчас я попробую. Классическая клубника сливки. Очень похожа на Доктор Граймс Юникорн, которая кошечка-единорог. Как они указывают, попкорн совсем не похожа на кукурузу, ни на поджаренную кукурузу, ни на что. Это просто классическая клубника сливки. Следующий вкус у нас это Sweet&Sore. Выглядит он вот так. Девочка какая-то белобрысая, страшная, некрасивая. Ну ладно. Но нарисована у нас клубника киви. Попробуем, как она на вкус. Отчетливый, яркий вкус киви. Слабость от клубнички. Классный, приятный вкус на повседневку. Мне очень нравится. Может потому, что я люблю киви. Пойдем дальше. Следующий вкус это Beetlejuice. Сказал, зарифмовал. Следующий вкус это Beetlejuice. Я так понимаю, у них новая в линейке. Так как здесь написано New. До этого я не пробовал эту жидкость вообще. Выглядит он вот так. Собственно, нарисован Beetlejuice. Держит он фруктики. Попробуем, что это за жидкость. Слегка кисловатый вкус. Отчетливого вкуса какого-то из фруктов нет. Очень вкусный. На повседневочку зашел. Моему оператору тоже очень сильно понравилось. Итак, дальше у нас Dragon Queen. Королева драконов. Выглядит она, собственно, дракончик. Блин. Клюковка, дынька. Клюковка у нас по сути должна быть кисленькая. Надеюсь, эта жижка будет кисленькая. Потому что давно я уже не парил что-то кислое. Все эти сладкие вкусы уже надоели. Да, написано, что он кисленький. Многие хвалят этот вкус. Я тоже жду от него что-то необычного. Впервые его пробую. Погнали. Аккумуляторы сюда. Очень-очень яркий вкус. Погоди, оператор, я не могу еще напариться. Мне пока нравится очень этот вкус. Сладкая дынька. Свежесть, что-то наподобие ментола. И очень яркая кислинка от клюквы. Прям. Я теперь понимаю, почему нравится этот вкус многим. Следующий вкус у нас Crazy Day. Указано опять, что он новый. Новый. Вот, собственно. Опять клубника. В многих вкусах есть клубника, кстати. Арбуз и кокос. Попробуем. Свежий. Прям для летнего дня такой. Немного напоминает пинаколаду. Из-за кокоса. Пинаколада, ментольчик, фруктики. Фрукты не очень ярко выражены. На первом плане у нас кокос. Очень насыщенный вкус. Погнали дальше. Далее у нас банана бум. Опять же указан, что новый. Банана бум. Банан, сливки, вишенка сверху. Шоколадик. Попробуем, что это за вкус. Ну, это совсем не банан. Либо они видят, что это банан. Не яркий банан. Но очень-очень вкусный вкус. На постоянку самое то. Неприторный. Хотя и очень яркий. Слегка сливочный. А спонсор нашего показа водичка улеймская. Улеймская. Твой глоток здоровья. Ну что я могу сказать про эту жижу? Минеральная, питьевая, лечебно-столовая, газированная. Повседневка. Повседневка. Ну, любителям газированных напитков. Без вкуста. Хорошая жижка. Многим зайдет. Ну, не знаю. Десертик. Десертик? Ну да. А вот сейчас есть. Вот после водички, водичку попил, я чувствую банан. Достаточно хорошо. Ну, сливки, банан. Да, вкусно, приятно. Пойдем дальше. Дальше у нас разбори и крем. То есть, малина и крем. Сейчас найду, как она выглядит. Вот так она выглядит. Малина. Какие-то ягоды. Что это за ягода? Черника. Смородина. А, да. Черная смородина. Опять же, мята. В большинстве вкусов есть мята. Может, они, конечно, летние так сделали, добавив везде мяту. Ну, и сливки. Крем. Попробуем. Черная смородина и малина облиты нежным кремом и сливками. Что может быть вкуснее? Сейчас попробуем. Отчетливый вкус малины. Крем. Ну, не крем, а что-то наподобие взбитых сливок. Вкусно. Но каждый день я бы не смог ее парить, скорее всего. Слишком приторно. Но очень вкусно. Как здесь нарисована мята, мята я совсем не почувствовал именно в этом вкусе. Так, пина-банана. Пина-банана. Как пина-колада, но с бананом. Что из этого у нас получится? Точнее, не у нас, а что получилось у Сайн-Тадор. Так вот она выглядит. Вкусно. Очень. Ананасик. Бананчик. Но на первом плане все равно ананас. Вкуса пина-колады нет. Просто ананас и банан. Но приятная жижка. На повседневку самый раз. Следующий вкус. Синамон ролл. Опять выпечка. Опять же, я их не люблю. Но вдруг с этим вкусом я их полюблю. Попробуем. А, ну да. Как она выглядит. Синамон ролл. У меня мама такие делает. Ну, не люблю я выпечку. Не знаю. Надо пробовать человека, который любит ее. Возможно, она и вкусная для тех, кто ее любит. Но не для меня. Как вы заметили, скорее всего, у меня сзади фон уже потемнел. Но все равно там все очень красиво. Я попил кофейку, так как мои рецепторы уже ничего не чувствуют. И теперь мы пробуем breakfast. То есть завтрак. Скорее всего, я так понимаю, это хлопья какие-нибудь. Breakfast, breakfast, breakfast. Да, это хлопья. Малинка. Что это у нас такое за? Черничка, что ли? Ягодный. Ягодный. Очень-очень вкусный, как написано. Очень-очень. Два раза сказать, что он очень-очень вкусный. Попробуем, насколько он вкусный. Да, штука падает. Блин, он реально очень вкусный. Не то чтобы очень-очень, но очень вкусный. Я бы даже поставил ему оценку 4,5 из 5, вот на самом деле, из всех жиж, которые я пробовал. Завтрак. 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 Завтрак очень вкусный. На самом деле напоминает хлопья с фруктами и даже немножко молочка, как будто добавили. Либо сливки какие-нибудь. Очень вкусно. Классная жижка. Дальше у нас идет малиновый чизкейк. Опять малина. Был малиновый крем, а это малиновый чизкейк. Малиновый чизкейк. Чизкейк сверху малина. Попробуем. Комары сраные. Опять яркая малина, как малина и крем. Очень яркая. На вдохе, на вдохе, на вдохе больше идет малины. На выдохе больше идет чизкейк. Очень вкусно. Итак, последний вкус из линейки. Опять же указано, что новый. Ментал бум. Ментал бум. Ну, видимо, там будет очень много ментола. Не люблю жижки, в которых очень ярко выражен ментол. Надеюсь, что он здесь так не будет. Он выглядит у нас. Выглядит у нас. Выглядит не у нас, а у фирмы. Сайн Тодор. Не выглядит его, нет. А, вот, да. То есть тут дайкири. Дайкири? Нет, не дайкири. Это фрукт дракона. Или как там, драконий фрукт он называется. Я его пробовал в жизни. На вкус он, по мне, напомнил картошечку немножко. Вот. Крахмальный слегка вкус, но и сладкий при том же. Да. Сам этот фрукт, он неяркий. Попробуем, как он в этой жижке. Она сладкая. Хоть и написано, что это ментол, но она сладкая. Да, она немножко свежая. Но не прям, вау, как свежо. В жаркий летний день она, может, и спасет вас от жары. Но она, по большей факту, сладкая. Здесь указано, что здесь разные фрукты, не только дракон. Не могу сказать, что это дракон. То есть, когда я пробовал, он был крахмальный. Тут нет никакого крахмального вкуса. Он сладкий, вкусный. Приятная жижа. И свеженькая. Ну что ж, подведем итог. Спасибо ребятам из Санитадор, что предоставили жидкость на тест. Жижа у них очень крутая. Особенно отдельно спасибо за наклеечки и классный буклет, который очень круто оформлен. Спасибо за их крепость, которая на самом деле трешка. Она очень хорошая. Все вкусы достойные. Выпечку я вот только не люблю. Возможно, тем, кто любит, она понравится. Я себе, безусловно, возьму на постоянку пару жижек. Это Dragon's Queen, скорее всего. И попкорн, так как мне нравятся клубника и сливки. Это стандартный вкус. Собственно, на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Всем привет. И это... Сережа подручный. Лох. Лох по жизни просто. Который не умеет связать две фразы вместе. Можно меня снимать? Давай ты из-за меня скажешь эту фразу просто. Ну, давай. Заново. Снимай. А ты рот из крови. Давай. Ходишь, ржать, ржать за эту фигню. Давай. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok